Не буду пытаться объять необъятное, я просто расскажу как бы о самом начале. Ну, в принципе, ситуация какая. Я, так уж получилось, из семьи, в которой иностранное радио слушали еще с незапамятных времен. У моего деда родной язык немецкий, поэтому он слушал BBC еще на немецком языке тогда, когда никаких передач на Советский Союз, на русском вообще не велось. То есть, вплоть до того, что, как он мне рассказывал о том, что началась война в 1941 году, он узнал в результате передачи BBC за несколько часов до того, как это было объявлено официально здесь. Ну, в общем, так или иначе, естественно, потом он уже все это слушал на русском, естественно, так сказать, ну, как семья, квартира была небольшая, поэтому, когда дед врубал радиоприемник, естественно, это слышно было на всю квартиру. Ну, я тоже с большим интересом, так сказать, все это слушал, хотя, так сказать, политических взглядов деда, скорее, так сказать, человека, ну, наверное, таких прокапиталистических, на самом деле, убеждений не разделял. Я всегда себя считал каким-то человеком левых взглядов, всегда любил повторять «ну сон тут из амфан де мэй», мы все дети мая, мая 1968 года, вот, но, так сказать, так или иначе, в общем, информация есть информация, да, тем более, что тогда, так сказать, по радиоголосам можно было получить самую разную информацию, вообще, о чем угодно, что происходило, то же самое радио BBC, на самом деле, было, ну, с такой претензией на объективность, они передавали совершенно не только обязательно открыто такие, так сказать, прокапиталистические передачи, но, например, у них были интересные передачи о русской революции, интересные передачи, скажем, о Троцком у них были, интересные передачи, скажем, даже что-то было об анархистах, об экологическом движении, все время были какие-то передачи и так далее, и так далее, да, тем более, это были 70-е еще с начала года, потом 80-е, когда, так сказать, все это только начинало бурлить, ну, точнее, не начинало бурлить, но нет, экологическое движение действительно еще только начиналось, вот, и слушая нас с большим все это интересом, Причем для себя сформулировал когда-то так. Если ты хочешь узнать, что происходит в Советском Союзе, слушай иностранное радио. Если хочешь узнать, что происходит на Западе, тогда лучше читай советские газеты. Вот как-то так. То есть уже тогда формулировал для себя некую попытку разобраться. То есть уже так понимал, что и те, и другие пристрастны. И пытался выработать для себя некоторые критерии объективности, насколько это вообще было возможно. Поэтому, когда мне исполнилось 16 лет, меня спросили родители, что ты хочешь, чтобы мы тебе подарили. Я сказал, подарите мне радиоприемник с короткими волнами. И вот с тех пор я уже слушал все это на своем собственном радиоприемнике, кого я только на самом деле не слушал. Там были и западные радиостанции, несмотря на то, что уже под конец глушили, особенно после начала войны в Афганистане. Пытался слушать, слушал радио Югославию, пытался слушать Китай, Албанию, хотя их тоже глушили самым диким образом. То есть как бы пытался получать информацию с самых разных сторон. Ну и в итоге, так сказать, для себя пытался сформулировать какие-то свои собственные политические представления. Тоже это было достаточно забавно. Ну вот представьте себе. Молодой парень, советское время, школьник или, так сказать, только-только поступивший студент. Естественно, книги, которые существуют, они чисто официальные, которые можно купить в магазинах или которые можно прочитать в библиотеках. Соответственно, если ты хочешь чего-то сверх, откуда их взять? Существует, конечно, спецхран, но ни школьнику, ни студенту никакого доступа в спецхран, естественно, не было. Поэтому возможности получить информацию о том же самом левом движении на Западе у меня практически как таковой не было. Как, собственно, в общем, наверное, у всех других. То есть то, что я сейчас рассказываю, не то чтобы типично, но положение вот мое тогда в плане доступа к информации, оно, наверное, было характерно для очень многих людей, которые хотели как-то эту информацию, как-то доступ к этой информации получить. Ну, критический мыслящий, которым было достаточно иностранного радио, ну, хорошо, с этим этого и достаточно. Но я-то хотел узнать больше о левых, в том числе о левых движениях на Западе. Откуда я мог получить эту информацию? И вот тогда наступил следующий, значит, ну, не то же следующий этап, ну, так сказать, не то же следующий этап постижения. Следующий этап постижения истины, скажем так. Как я потом выяснил из разговора с другими людьми, которые тоже, так сказать, еще в советское время начинали как-то, или пытались начинать какую-то критическую или позиционную деятельность, очень многие, на самом деле, шли тем же самым путем, потому что другой варианта для многих просто не было. Значит, что мы делали? Мы покупали книжки. Ну, почему я говорю мы, да, в данном случае, я действовал один, да, но другие, в общем, как потом выяснилось, поступали, ну, похожим образом. Покупали советские книжки, которые могли называться, ну, с критикой, так сказать, западных лево-радикальных взглядов. Значит, книжки были, конечно, чудовищные. Ну, например, там, критика мелкобуржуазных, анархистско-троцкистских взглядов, критика, значит, в обозе реакции троцкизм современности, значит, критика идеологии новых левых, ну, в общем, что-то вот такое вот, значит, самые такие зубодробительные были официозные названия. Значит, что делали люди, что делают, в частности, я. Мы, значит, читали эти книжки, очень внимательно. У меня до сих пор несколько из этих книг сохранились, и по пометкам, которые я там оставлял, было видно, так сказать, что, собственно говоря, там было интересно. Значит, люди читали пересказ идейных взглядов, позиций, форм деятельности, прочих этих организаций, или этих групп, или этих течений, а, естественно, всю, так сказать, советско-ругательно-критическую часть просто, наоборот, автоматически, так сказать, отбрасывали. Это все было неинтересно, потому что сразу заранее все понятно. Но из того, что вычитывалось там в плане пересказа их идейных взглядов и позиций, люди пытались сконструировать для себя, реконструировать для себя вот эту вот самую идеологию новых левых или различных леворадикальных течений. Что при этом получалось, это, конечно, другой вопрос. Как потом выяснилось, уже сильно потом, когда уже можно было читать реальные книги тех же анархистов, тех же троцкистов, тех же зеленых и так далее, в общем, быстро выяснилось, что, конечно, это то, что мы тогда для себя вычитывали, то, что мы тогда для себя конструировали, имело весьма относительное, весьма, так сказать, отдаленное отношение к реальности. Но, тем не менее, какое-то вот такое общелево-радикально новолевое представление люди могли для себя получить. И вот так вот, собственно говоря, началась моя политизация. Но при этом, повторяю, я все еще был одиночком. Хотя я знал, что существуют уже тогда какие-то, так сказать, диссидентские, какие-то подпольные, какие-то оппозиционные группировки. Я, на самом деле, даже очень хотел отчасти некоторые из этих группировок найти, но так получилось, что, поскольку я, так сказать, был с самой, в общем, обычной среднеинтеллигентской среды, то никаких таких знакомых у моих родителей в этой среде не было. Поэтому где этих людей искать, было совершенно непонятно. Понимаете, прекрасно, что информация об этих группах шла прежде всего через западные радиостанции. И, как вы опять-таки понимаете, западные радиостанции не называли адреса, по которым эти группы собираются. Потому что, ну, понятно, почему, потому что по этим адресам бы немедленно пришли, так сказать, кому следует, и эти люди бы там больше не собирались. Вот, поэтому, так сказать, где их искать, было совершенно непонятно. Ну, кроме того, были некоторые вещи, которые меня смущали, потому что основная масса диссидентских групп, о которых шла речь в тех же самых передачах западных радиостанций, это были группы в основном такого либерального, не левого, да, либерального прокапиталистического толка. Вот, то, что, так сказать, в общем-то, я чувствую, что это не мое, да, вот это мне неинтересно. С ними бы я, наверное, дело иметь не стал. Но я знал при этом, были упоминания о том, что, да, было и в Советском Союзе леворадикальное подполье. И вот их бы я с большой охотой нашел, да, но, к сожалению, так получилось, что я их не нашел. Ну, с одной стороны, к сожалению, да, потому что, наверное, так сказать, я бы встроился в это дело и стал бы принимать участие гораздо раньше. С другой стороны, в общем-то, в плане, так сказать, личной судьбы, да, чисто, так сказать, обывательской, да, извините за выражение, наверное, в общем-то, оно было даже мне к лучшему, потому что, ну, в противном случае, я бы тогда же и, наверное, скорее всего, сел, да, потому что за это дело сажали довольно крупно. Вот, а у меня так получилось, что я, в общем-то, фактически, так сказать, при всех моих критически-оппозиционных взглядах, так, в общем-то, ни в чем не, вот в это время, в конце 70-х, в начале 80-х годов, так ни в чем, в общем-то, и не поучаствовал. Зато мне, ну, так сказать, пошел по исторической линии, стал заниматься исторической наукой, и вот, когда я поступил в аспирантуру, встал вопрос о том, о чем я буду писать, да, работу кандидатскую. Я подумал, что, да, тогда как раз, значит, были передачи, значит, это было начало первой половины 80-х годов, еще до перестройки буквально, ну, вот последние годы до, да, и тогда, в общем, уже пошла информация по тем же западным радиостанциям, прежде всего, о том, что вот начинается экологическое движение, о протестах в Японии против аэропорта Нарита, да, в конце, конец 70-х годов, о первых экологических протестах в Германии, 79-й год. То есть, и из этих передач совершенно явственно следовало, что очень активную роль вот в этих протестах принимают участие бывшие новые левые, те, кто изначально когда-то участвовал в 68-м годе, в событиях 68-го года, кто потом в 70-х годах пытался, значит, создавать какие-то новые левые организации, вот теперь они все активно включились в экологическое движение. И в моем тогда представлении получилось так, что зеленое экологическое движение, значит, партии зеленых же еще не было, и она делала только самые первые шаги, и в ней еще, в той же самой Германии, было сильно так называемое экосоциалистическое, то есть левое крыло. И тогда в моем представлении получалось так, что экологическое движение зеленое, это как бы дальнейшее развитие вот того самого мая 68-го года, которое я считал, так сказать, да, вот своим ориентированным. То есть для меня было совершенно понятно, что вот это вот то, о чем я буду писать, и я буду, значит, как-то пытаться проследить вот это вот дальнейшее развитие лево-радикальных новых левых взглядов 68-го года вот там, да, в движении, в экологическом движении. И вот так вот я, значит, выбрал для себя тему экологическое, значит, зеленое альтернативное движение, хотел сначала назвать альтернативное движение в Западной Германии. Когда тема обсуждалась, значит, на моем институте, значит, дирекция схватилась за голову, какое альтернативное движение. Альтернатива может быть только одна, коммунистическая партия, как еще могут быть альтернативы, да. Поэтому пришлось пойти на некоторые компромиссы, название темы сменить на зеленое движение в Германии. Ну, зеленое так зеленое, какая разница. Все равно я, в общем-то, более-менее в диссертации сказал то, что хотел, но самое главное, что благодаря работе на диссертации я получил возможность впервые доступа в спецхрам. И вот там я уже, так сказать, стал читать захлеб, собственно, сами тексты и новых левых, и левых радикалов, и экосоциалистов, и анархистов, и троцкистов, и различных, так сказать, других левых, радикальных левых, которые в это время существовали. То есть, таким образом, я как бы вот в это вот во все окунулся. А тем временем, так сказать, незаметно подошел 85-й, незаметно началась перестройка. Помню свою первую реакцию на перестройку, так сказать, все окружающие были в диком восторге. Вот, а я уже тогда себе сказал, что тут не то, потому что правящая элита вряд ли что-то захочет делать для людей по доброй воле. И для себя я уже тогда, в общем, прекрасно понимал, что никакого социализма у нас нет, да, что в стране существует государственный капитализм, что у власти находится новый правящий класс, что этот новый правящий класс абсолютно не заинтересован делиться как-то так или иначе, так сказать, с трудовым народом, и что если, что, грубо говоря, все, что идет сверху, так или иначе будет людям во вред. Если они что-то предпринимают якобы для людей, то, скорее всего, это некий обман, под прикрытием которого они захотят людей как следует обобрать. Так сказать, вот это я себе сказал уже в 85-м году, и как я, в общем, с сожалению, вынужден констатировать, я оказался прав. Первый раз в своей жизни я оказался Кассандрой, и, в общем, с тех пор, к сожалению, я Кассандрю дальше по жизни. Короче говоря, вот тем не менее, да, так или иначе, но вот эта вот ситуация, она открыла возможность для какой-то действительно активистской деятельности. А тем временем, 86-й год, Чернобыль, да, то самое событие, вокруг которого и, собственно, из-за которого в стране началось экологическое движение. Если мы будем говорить о том раннем экологическом движении, экологическом движении конца 80-х, начале 90-х годов, то вынуждены будем действительно признать, что это было на тот момент не просто самое массовое, самое мощное социальное движение вообще, да, но это было, пожалуй, то самое движение, которое появилось первым, и вокруг которого, собственно, стало складываться и все остальные протестные движения тоже, да. И поэтому, когда в Москве в конце, во второй половине 80-х годов, 88-й год, да, 87-й год, 88-й год, 89-й год, стали появляться первые экологические протестные группы, инициативы гражданские экологические, да, то я сразу же себе сказал, что вот этим людям я должен помочь, потому что я как бы знаю, да, у меня есть некоторый опыт, ну, может быть, не опыт личного участия, да, но хотя бы знание того, как это происходило в той же самой Германии, и, собственно, мой долг, моя обязанность с этими людьми поделиться, рассказать им, чтобы, ну, с одной стороны, не повторяли ошибки, а с другой стороны, может быть, использовали какой-то ценно накопленный опыт, потому что тогда казалось, что движение на той же самой Западной Германии на подъеме, что опыт очень полезен, может быть, да, и, в общем-то, ну, как бы на этой волне можно действительно, так сказать, поднять какую-то движуху, которая не будет ограничиваться только лишь одной экологией, но будет выходить на еще более широкие социальные темы, то есть, как я тогда для себя сформулировал, в духе как раз немецких экосоциалистов, что экология – это, в данном случае, очень хороший путь, экологическая проблема, поскольку, так сказать, речь идет о широких вопросах, не просто, так сказать, о защите каких-то конкретных, да, объектов или точек, да, но речь идет о, собственно говоря, общих проблемах взаимоотношения человека и общества, людей друг с другом, дали, как тогда формулировали экосоциалисты, «не может быть гармонии с природой без гармонии между людьми», «не может быть гармонии между людьми без гармонии между обществом и природой». То есть, это, таким образом, экология как бы приобретала такое глобальное значение, значения общего флага, общего повода, общего пути через экологическое движение, через защиту местных конкретных интересов, втягивания людей в общую борьбу за самоуправляемое общественное устройство. Потому что, ну как, все понятно, да, люди, которые живут на определенной территории, имеют суверенное право решать, что на этой территории строится, что на этой территории не строится, что здесь должно быть, чего здесь не должно быть. И, следовательно, именно они принимают участие в определении будущего этой территории, на которой они живут. Собственно, это и есть то самое начало самоуправления, на базе которой можно реорганизовать общество в целом, или следует реорганизовать общество в целом. И вот так я, так сказать, тогда законтачил с первыми такого рода инициативами, которые появились в Москве. И эти инициативы, которые сначала возникали вокруг местных конкретных проектов, ну, Москва, просто сразу вам скажу, чтобы было понятно, о чем речь. Значит, в советское время Москва была, наверное, одним из... Сейчас это, в общем, практически промышленности в Москве почти нет. Заводы закрыты. Москва – это в основном город офисов, город сферы услуг, город банков, город, так сказать, каких-то вот таких вот вещей, не имеющих прямого отношения к промышленному производству. Вот. Тогда все было иначе. Москва – это был крупнейший промышленный центр Союза. Соответственно, уровень экологического загрязнения в городе зашкаливал. Так сказать, гадили промышленные предприятия, гадил автотранспорт, ну, сейчас он гадит, как вы понимаете, еще больше, чем тогда. Ну, по крайней мере, это вот единственный, наверное, фактор экологического загрязнения, который вырос по сравнению с тем временем. Но, к тому же, еще для того, чтобы эти промышленные предприятия обслуживать, да, так сказать, нужно было огромное количество энергии. Поэтому, соответственно, вокруг Москвы стали в массовом порядке ускоренно строить, ну, собственно, еще до этого начали, сейчас, так сказать, в это время продолжали, строить различные электростанции, прежде всего, ну, не атомные, конечно, но ТЭЦ, ну, то есть, в общем, тоже достаточно сильно загрязнявший окружающую среду и угрожавший, может быть, даже целым соседним кварталом. А вот эти вот поваренные стройки гидровекистанции на Малых Реках, это раньше было? Это, ну, примерно тогда, но это не в прямой связи с этим, потому что, ну, нет, тогда, кстати, много было экологических вещей, вот это, да, проблема Малых Рек, тогда же, кстати, была, тогда была еще проблема, кстати, загрязнения Волги, был тогда такой комитет защиты Волги, но он скорее был такой консервативный, экологический. Был комитет защиты озера Байкау, да, было движение против поворота северных рек, такой еще еще такая была тема, достаточно такая громкая, знаковая. Вот, то есть, хотели повернуть все северные реки в сторону, чтобы они впадали в Аральское море, да, то есть, якобы для того, чтобы, так сказать, ликвидировать пустыню в Средней Азии, но к чему бы это привело в той же самой Сибири, это можно только догадываться в великом ужасе. В общем, короче говоря, вот эти вот самые местные экологические гражданские инициативы в Москве, они стали возникать именно вокруг вот каких-то чисто местных вопросов. То есть, где-то должны были строить промышленные предприятия, где-то это было движение против так называемой Северной ТЭЦ, где-то это было движение против строительства метро, да, где-то, так сказать, без учета. В общем, так или иначе, проблема всюду была одна и та же в том плане, что это строительство осуществлялось всегда в централизованном порядке и всегда, так сказать, чиновниками без учета интересов и пожеланий и мнения местных жителей. И, собственно, вокруг этого и возникали эти самые гражданские инициативы. И, опять-таки, как вы понимаете, в силу самой этой ситуации, от экологических тем они сразу же переходили на темы более широкие и социальные, то есть на темы участия людей в принятии решений, касающихся той территории, на которой они живут. То есть проблема напрямую выходила на вопрос самоуправления, да, местного самоуправления, не в смысле муниципального самоуправления, а самоуправления именно жителей на той территории, на которой они живут. И вот тогда, так сказать, стало создаваться, я законтачивался первыми такими возникавшими группами тогда по тем временам, вот стали проводиться первые акции против такого, значит, загрязнения против таких проектов. Значит, как сейчас помню, тогда появился интересный, значит, флаг появился вот этих самых инициатив, значит, на зеленом фоне красный конь. Значит, что должно было обозначать, не очень понятно, вот, то ли просто цвета нравились, ну и зеленый цвет, то ли, так сказать, красный, красный большевистский конь, который топчет, значит, экологию, топчет траву, значит, топчет, топчет природу. Ну, в общем, не совсем понятно, потому что люди, которые участвовали в этих инициативах, они были совершенно не обязательно только левыми, да, это были люди самых разных политических убеждений, и соединял, объединял их, собственно, не идеология как таковая, да, а именно вот как раз эта самая местная проблематика. И вот я прихожу к этим людям и говорю, ребят, говорю, вам вообще интересно, как это в мире делается, вам опыт, естественно, опыта никакого у людей не было, естественно, ничего они не знали. Ну, были какие-то первые книжки о тех же самых западных зеленых, которые тогда опубликовались, ну, понять что-то из этих книг было практически невозможно. Вот, я им стал рассказывать, как это, да, как это делается, как это организуется, как это устроено, да, как эти движения проходят и развиваются, через какие этапы, каков накоплен опыт, какие основные формы борьбы, как нужно организовывать, так сказать, эти группы, чтобы в них не было бюрократии, чтобы в них не возникала, так сказать, иерархия, да. Что такое партия зеленых, почему нужна партия зеленых, да, потому что я тогда был горячим сторонником создания партии зеленых, именно в экосоциалистическом духе, то есть в моем представлении это должна была быть такая антиавангардно-авангардная партия, да, то есть авангардная не в том смысле, что она там за всех все делает или всеми командует, да, а в том смысле, что как бы экологическое движение должно быть действительно широким и должно быть основано именно на движении за права людей на месте решать, как это все должно развиваться и жить и существовать, а партия зеленых должна была в основном играть не столько организационную функцию, сколько идейную функцию, то есть она должна была увязывать, да, вот эти вот конкретные вопросы в нечто общее, связывать это с самоуправленческой альтернативой и как бы на базе этого выстраивать проект реорганизации всего общества на основе самоуправления, да, и вот тогда, так сказать, когда я к нему пришел... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Две из существовавших экологических групп на местах в Москве инициативных, а третий был я, который никакой группы не представлял, потому что в том районе, где я жил, никакой экологической инициативной группы не было. Я тогда пытался, конечно, что-то у себя в районе сделать, но, к сожалению, люди оказались совершенно неподъемными. Ну, вот ситуация, да, Москва огромный город, и тогда был, собственно, достаточно большой город, и в разных районах разные ситуации, разные жители, в общем, где-то можно было, так сказать, что-то такое сделать, а где-то, ну, никак не получалось. Да, вот не хотели люди, и все. Но, значит, все не ограничилось, повторяю, экологией, потому что очень быстро действительно все вышло на проблемы самоуправления, и вот мы тогда, так сказать, УМФ этому достаточно активно способствовали. И таким образом появилось, вокруг вот этих вот местных инициативных групп экологических на местах стали возникать действительно настоящее движение за местное территориальное самоуправление, за создание самоуправляемых территориальных единиц. Как это происходило? Ну, представьте себе, представители вот этих экологических активистов на местах сначала, так сказать, со своими проблемами толкались во все двери, ходили к чиновникам, собирали подписи, естественно, так сказать, их отправляли на все четыре стороны, и никаких мер не принималось. Ну, тогда люди стали приходить к акциям, к пикетам протеста, ну, тоже, так сказать, смотрели, делали вид, что их не существует. Ну, что надо было делать? Все понятно. Значит, тогда по инициативе этих экологических местных групп стали собираться общие собрания жителей кварталов и микрорайонов. Я, конечно, не буду говорить, что в каждом московском квартале или микрорайоне был создан, было проведено такое общее, проводились такие общие собрания, но, во всяком случае, в достаточно большом количестве такие собрания проводились. Значит, ну, микрорайон, да, со своей какой-то центральной площадкой, окруженной домами, там, школами, детскими садами, там, предприятиями, там, соцкульпт-быта и так далее. Значит, вот на этой самой центральной площадке, представьте себе, значит, эти сами агитаторы из инициативных групп, значит, обходили дома, да, расклеивали призывы собираться в такой-то день и час там-то на центральной площади микрорайона для того, чтобы обсудить ситуацию, обсудить эту экологическую проблему, решить, что делать. Люди собирались, значит, по несколько тысяч человек собирались вот на такие собрания, общие собрания, где-то несколько сот, где-то несколько тысяч, ну, в разных микрорайонах получалось по-разному. Вот, значит, и на них принималось решение о создании комитетов общественного самоуправления в кварталах и микрорайонах. И постепенно, так сказать, город покрывался сетью вот таких вот, так сказать, комитетов. Естественно, эти комитеты, вслед за инициативными группами, которые очень часто, собственно, выбирались в состав этих комитетов, входили одновременно в Московскую экологическую федерацию. То есть мы начали становиться таким фактически широким движением за общественное самоуправление, по сути дела. И дальше, так сказать, вот эта самоорганизация распространялась. То есть принимались решения, что вот этот комитет общественного самоуправления будет действовать по решению, по наказу этих общих собраний, которые будут периодически собираться жителей. Значит, стали создаваться комитеты самоуправления улиц, домов, иногда даже подъездов. То есть стала формироваться совершенно самая настоящая действительно структура общественного самоуправления. Естественно, эти комитеты, эти активисты, опять-таки, были людьми самых разных убеждений. И разной степени радикальности, да. Где-то они считали, что, ну вот мы организовались и все, теперь чиновники нас обязаны выслушать. А где-то они шли дальше, да. И я, так сказать, по мере своих сил, так сказать, действуя в МЭФ, и, так сказать, делясь опытом и рассказывая, я старался именно вот эту вот самоуправленческую, естественно, линию как-то продвигать, да. Поощрять, продвигать, ссылаться, так сказать, на многочисленные опыты, эксперименты в разных странах мира для того, чтобы показать людям, что они как бы не одиноки, что да, это делается, да, это можно, да, да, мы можем, как теперь выражаются. Вот. И, ну что стало получаться? Значит, фактически, значит, в некоторых местах стали выдвигаться достаточно радикальные лозунги, идеи. Ну, например, вплоть до того, что вот эти комитеты самоуправления должны стать полными хозяевами на вот этой территории, на территории этих микрорайонов. Они должны решать, что там строить, а не чиновники. Что там строить, что там не строить. Тогда уже началась, так сказать, аренда. Значит, какие помещения в аренду сдавать, какие помещения в аренду не сдавать. И деньги от этой аренды должны идти, так сказать, в кошелек, в кассу микрорайона комитета самоуправления, а не, так сказать, чиновников и государства. Ну, а в некоторых местах даже были выдвинуты идеи, чуть ли не, так сказать, создания отдельных свободных территорий, вплоть до выпуска собственных денежных единиц, да, в конце 80-х. Даже такое вдруг иногда в некоторых кварталах и микрорайонах звучало. То есть, фактически, действительно, повторяю, это было на почве экологии возникшее, вокруг экологии возникшее, широчайшее движение за общественное самоуправление. И, в общем-то, так бы оно, и, собственно, через это движение, повторяю, я, в общем-то, таким образом, как бы и интегрировался вот в начавшееся социальное протестное движение. Ну, а одновременно, значит, мы пытались, так сказать, организовать партию зеленых с активистами из разных районов, значит, ну, как это происходило, сейчас я тоже расскажу. Это было достаточно интересно, потому что экологическое движение, естественно, не ограничилось только Москвой, да, оно было практически по всему Советскому Союзу, оно было во всех республиках, вот не только в России. И где-то с 88-го года, 89-го года пошел процесс объединения вот этих вот местных экологических групп в какие-то сначала региональные, а потом межрегиональные или даже структуры на уровне Советского Союза. Значит, были предприняты попытки создания каких-то общесоюзных организаций. Но организации такая в итоге возникла не одна, а их возникло много, да. Я тогда пытался считать, я насчитал штук 10 и бросил, но их было много. Был социально-экологический союз, был просто экологический союз, была там какая-то зеленая федерация, было зеленое движение. В общем, было достаточно много вот таких вот объединений. Часть из них формировалась сверху, то есть, так сказать, какими-то активистами полуполитическими, которые хотели, так сказать, все это перехватить и подмять под себя. В частности, достаточно упомянуть, что пресловутый товарищ Гайдар, который, так сказать, потом был отцом, так сказать, российской приватизации, он начинал, на самом деле, как один из экологических активистов, но как, так сказать, представитель комсомольского журнала, направленный, так сказать, в экологическое движение. Он увидел, что почва благодатная, ну и, так сказать, там благополучно, так сказать, утвердился. Вот. Но, повторяю, часть групп была создана экспертами, часть групп действительно объединяла какие-то местные экологические гражданские инициативы, часть групп, значит, создавалась вот такими полуполитиками. В общем, они были разными. И, так или иначе, на левом или радикальном фланге всех вот этих вот объединений стали стусовываться вместе люди, которые считали, что нужно, так сказать, двигать экологию дальше вот в таком вот общесоциальном самоуправленческом контексте. И, собственно говоря, именно эти люди и стояли у истоков идеи создания партии «Зеленых». Вот так вот где-то на одной из таких конференций каких-то общесоюзных, какого-то очередного «Зеленого» проекта, я сумел, так сказать, лично познакомиться с людьми, которые тоже, как и я, как выяснилось, хотят создавать здесь партию «Зеленых» в Советском Союзе. Значит, причем показатель был очень интересный, поскольку, так сказать, это еще было в советское время. В общем, далеко не все было можно. И были вещи, за которые, несмотря на гласность, по-прежнему можно было получить очень хорошо по шее. То для, так сказать, радикалов таким решающим критерием стало отношение к проблеме атомной энергии, к проблеме атомных электростаций. То есть, грубо говоря, чем радикальнее были настроены экологи, тем радикальнее они выступали против атомных электростаций. Но ни одна из тогдашних общесоюзных вот этих новых формировавшихся общеэкологических объединений, федераций, не рискнуло тогда включить в свою программу или в свои требования лозунг «Закрытие атомных электростаций». Это считалось слишком радикальным, экстремистским, невозможным. Поэтому, так сказать, можно было очень хорошо определить, кто действительно радикально настроен. То есть, сидя, например, на вот таких конференциях, слушая, что люди говорят, за что они выступают, можно было очень хорошо заметить, кто за что выступает, и выделить для себя людей, которые, да, выступают, во-первых, с общесоциальных каких-то позиций, да, соединяют экологию с социальными проблемами, и выступают против атомных электростаций. И, так сказать, таким образом находить для себя некоторую почву, на основе которой можно было предполагать построить некую вот такую вот партию зеленых, такого вот радикального экосоциалистического типа. Ну, тут удалось найти несколько таких людей, да. В частности, значит, среди них были люди, которые, как выяснилось, уже несколько лет в городе Самаре издавали журнал, где-то года два к этому моменту, который назывался «Третий путь», да, и который назывались «Самарским союзом зеленых», которые тоже мечтали о создании зеленой партии. Было еще несколько активистов с Украины, были там еще разные люди из разных мест. Короче говоря, вот так вот мы настусовались и приняли решение, в 89-м году, о создании ДСПЗ, движения за создание партии зеленых. Значит, это была вот такая у нас инициатива, которая, собственно говоря, более или менее разделяла вот эти вот, так сказать, представления, которые я описал. Значит, мне поручили написать некоторое, так сказать, подобие программной декларации. Я это сделал, да, назывался этот текст «Экосоциалистический манифест». Вот он был тоже опубликован, как раз, в журнале «Третий путь», который, значит, тогда все еще выходил в Самаре. Вот. И, в общем-то, так сказать, на этой основе мы как-то стали, так сказать, собирать людей, развивать контакты, связываться с различными экологическими группами в других городах, на местах и пытаться как-то их, значит, вот собирать. Ну, то есть, первоначально это была такая, скорее, организационная, да, организационная работа, ну, что, естественно, как бы не мешало каким-то активистским вещам, не мешало, скажем, участия в каких-то таксах протеста, демонстрациях, так сказать, каждый из нас, естественно, у себя в городах в чем-то таком принимал участие, понятное дело. Да, но тем более, что в этот момент, так сказать, появилась впервые, зародилась в стране традиция экологических лагерей протеста, да, тогда, значит, прежде всего она была направлена против атомных электростанций, в частности, значит, были экологические акции протеста в Украине против атомной электростанции под городом Хмельницкий, потом, значит, было в начале, в самом начале 90-х годов лагеря протеста против Балаковской атомной электростанции, а потом, по-моему, в 91-м, вот как раз в Нижнем, против ГАСТ, да, против, не ГАСТ, против Горьковской атомной электростанции, которая тоже тогда должна была строиться. Здесь у нас тоже под Нижним был тогда лагерь протеста. Вот тогда я первый раз сюда попал, в Нижний Новгорь. Ну, в общем, и так, и так, собирали людей, собирали движение, пытались что-то такое построить. Но, в общем, очень быстро выяснилось, что экологическое движение мы, к сожалению, переоценили. Как на местном уровне, так и на уровне общим. Да, ну, чтобы несколько имен, просто одного человека я назову, потому что он имел прямое отношение к Нижнему Новгороду, был такой, собственно, есть такой, но он уже, собственно, этим давно не занимается, такой Сергей Фомичев, человек, который сам, так сказать, из Нижнего Новгорода, но который в это время учился в Самаре. Потому что он учился в Самаре, он как раз был, так сказать, душой создания именно Самарского союза зеленых. Но потом уже в 90-е годы он вернулся в Нижний и уже пытался здесь, в Нижнем, создавать в начале 90-х партию зеленых Нижегородского края. Это так называлось тогда здесь, потому что у него была тоже такая идея децентрализации. И, ну, собственно, мы все это тогда формулировали так, что страна, ну, сначала мы думали Советский Союз, потом уже как бы Россия, должна превратиться в федерацию или конфедерацию, как мы говорили, СТЕ, то есть самоуправляющихся территориальных единиц. В которых, так сказать, все решения должны были приниматься общими собраниями и делегатами от этих общих собраний. Все должно было строиться снизу вверх, да, так сказать, на уровне регионов. Это федерация вот этих самоуправляющихся территориальных единиц. Дальше на уровне страны федерация регионов. То есть ничего спускается сверху, ничего не спускается сверху, все решается снизу. А чем дальше, так сказать, тем больше просто только координация и состыковка тех импульсов и требований, которые исходили снизу. Так сказать, у нас была целая программа, так сказать, опять-таки переустройства общества на этой основе, вот, которые мы разрабатывали. И, собственно, вот на этой основе мы хотели сделать, собственно говоря, партию зеленых. Но дальше, так сказать, пошли процессы, которые я назвал процессами ложной политизации движения. Что это такое? Значит, в это время стало возникать так называемое демократическое движение. Что такое было демократическое движение конца 80-х? Так сказать, движение демократическое России и так далее, и так далее. Частично это были представители, так сказать, либерально ориентированной интеллигенции, которые действительно поверили в то, что сейчас им дадут возможность переустройства страны, чтобы было всем хорошо, как в Швеции, чтобы, так сказать, и рынок был, и социалка была, как в Швеции, и уровень жизни был, как в Швеции. Вообще все было прекрасно, замечательно, да, с одной стороны. А с другой стороны, собственно говоря, их, естественно, какое-то время, особенно первое время, так сказать, толкали вперед на первый план. А фактически кто дергал за нитки, это были те, кого мы называли демократическим или перекрасившимся крылом номенклатуры, партийной, государственной. То есть теми чиновниками, которые поняли, что ликвидировать советскую социалку, даже в том богом зачаточном виде, как она существовала, под красным флагом уже нельзя, потому что уже нелегитимации нет, да. Горбачев попробовал заикнуться о том, что нужно освободить цены, ниберализовать цены и привести их в соответствии с затратами, да. Встретили его свистом, шахтеры его чуть не прогнали, когда он им перед ними пытался это в 88-м году высказать. Стало понятно, что через КПСС это не получится, да, потому что КПСС, так сказать, себя уже слишком замарало какими-то вещами, ну и кроме того, ей уже не верят, да. Вы были красными, вы ничего не смогли сделать, мы вам не верим, а вы теперь вот такие, идите вы к черту, да. Значит, вот теперь некоторые наиболее хитроумные слои партийно-государственной демократуры решили, что ага, не подходит под красным флагом, давайте мы скажем, что мы не те, мы совершенно не коммунисты, мы демократы, мы вообще совершенно другие. А если мы вступали в КПСС, да, как заявил тогда Александр Яковлев, который занимался тогда, занимал тогда постсекретаря, между прочим, КПСС по идеологии, что не помешало ему потом эту КПСС, значит, ругать на все корки, как он потом сказал, я вступил в партию для того, чтобы разлагать ее изнутри. Вот, ну, не знаю, как они там разлагали чего изнутри, потому что карьеру партийную они делали вполне себе хорошо и нормально в советское время, да, это ничему не мешало. Но потом все нормально, да, они начинали эту самую свою партию бывшую пинать ногами, говорить, что они другие, они демократы, они никакой ответственности за то, что было, не несут. Это все злые большевики, а мы ни при чем. Да, и вот эти люди пришли вот в эти самые социальные движения, в том числе в экологическое, и стали говорить, мы вам все сделаем, да, вы только нас поддержите, вы нас выберете. А когда мы придем к власти, когда мы получим большинство, когда мы начнем наши реформы, мы все ваши требования, в том числе экологические требования, в том числе требования самоуправления на месте, мы все выполним. Вы только нас поддержите, за нас проголосуйте, да. Ну, и тогда же стал выдвигаться Ельцин, как-то, так сказать, главная символическая, лидирующая фигура вот всего этого демократического движения. Значит, соответственно, в том числе социальные движения начали переориентироваться на поддержку юлицинистов. И вот через это постепенно движения стали утрачивать свой первоначальный импульс, как экологический, так и самоуправленческий. То есть, получилось так, что основная масса, так сказать, движения проголосовала, действительно, за этих людей. Я, как бы, я, да, я против этого выступал. Я пытался это критиковать, я пытался рассказывать, чем это кончится. Вот, к сожалению, опять-таки, я опять с Кассандрю, я опять оказался прав. К сожалению, да, я был бы рад ошибиться. Но получилось именно так. То есть, выборов, этих людей выбрали наверх. В том числе, например, Московский совет, да, Московское правительство было сформировано из-за, так сказать, новых, из демократов. Вот. После чего они, так сказать, стали говорить вот этим экологическим активистам и комитетам самоуправления, что, ну, вы знаете, мы все-таки, так сказать, должны быть экономическими реалистами. Мы не можем приносить экологию в жертву экономики. Мы должны понимать реальную ситуацию. Поэтому ваши экологические требования не слишком крайние. Вы их, пожалуйста, смягчите, уберите. Ну, а за это мы вам, так сказать, дадим какие-то послабления, подкинем какую-то денежку, мы, так сказать, легализуем ваши комитеты самоуправления. Вы, так сказать, получите помещение, получите легальный статус, сможете нормально работать и так далее, и так далее. Вот даже, так сказать, мы с вами будем консультироваться по каким-то, значит, вопросам градостроения, городской политики и так далее. Но люди на это и купились. То есть, короче говоря, с 90-го года в Москве уже практически проводились демонстрации только за Ельцина или за Горбачева, за КПСС или за Демроссию, да, так сказать, какие-то конкретные вот социально-экономические, социально-экономические или экологические темы практически исчезли с повестки дня. Вот. Ну а потом получилось очень просто, да, в некоторых случаях было так, что вот эти вот местные экологические группы, местные первые вот эти инициаторы, которые были, они оказывались в оппозиции, да, потому что они требовали продолжения экологических требований экологических выступлений, оказывались в оппозиции, их выгоняли или их исключали из этих комитетов самоуправления, или они сами оттуда уходили, пытались снова воссоздать экологическое движение, но было уже поздно на самом деле, потому что наступила дикая фрустрация. 91-й, 92-й, 93-й, это дикая фрустрация, это крах практически всех известных тогда социальных групп, инициатив, движений, все, все рассыпалось. Соответственно, МЭФ заснула, никто ее официально не распускал, но практически она, в общем, де-факто прекратила функционировать. Ну а с партией зеленых тоже получилось, на самом деле, весело, в кавычках, потому что после долгих проволочек, ну, кто-то говорил, что мы слишком долго тянули, да, мы старались, чтобы как можно больше людей было собрано с самых разных мест. Ну, в конце концов, нам удалось в 91-м году собрать, да, удалось, значит, в 91-м году собрать первый, сначала учредительный съезд партии зеленых в Самаре, да. Собственно, а, нет, погодите-ка, погодите-ка, нет, нет, интереснее получилось. Значит, 90-й, 91-й, сейчас не помню, 90-й, 91-й, склероз. Ну, в общем, короче говоря, в один из этих годов получилось так, что, ну, вот, когда был принят закон, на самом деле, был принят закон о ликвидации монополии КПСС на власть, то есть была фактически официально провозглашена многопартийная система, да. Первая партия, которая заявила после КПСС о том, что вот она партия, ну, не считая Демсоюза, да, Демократического Союза, который еще, так сказать, до этого объявил, что он появляется партией. Но, как бы, вот, после этого самого решения об отмене монополии КПСС на власть, первая партия, которая заявила, что она вот есть партия, это была либерально-демократическая партия Советского Союза, нынешняя ЛДПР Жириновского, тут же подсуетился, да. А вот вторая, это была, значит, вот партия Зеленых. Значит, что мы сделали? Мы собрали в Москве, в Доме художника московском тогдашнем, мы собрали, собственно говоря, съезд, съезд ДСПЗ, который должен был провозгласить создание партии Зеленых, значит, учредительный съезд партии Зеленых СССР. И вот представьте себе, мы, значит, радикалы с разных концов Советского Союза тогда еще, собрали этот съезд, посмотрели на тех, кто приехал и схватили за голову. Потому что мы предложили несколько очень радикальных проектов, значит, ну, во-первых, проект о том, что партия должна строиться на фракционной основе, то есть она должна включать, должна быть федерацией не членов, а, так сказать, ну, как, соотносится параллельно, да, двойная структура, федерация местных групп, да, и федерация фракций, в том числе, значит, мы для себя, мы эко-социалисты или эко-анархисты, в общем, фактически, де-факто, мы были не эко-социалистами, а эко-анархистами, мы, значит, решили создать так называемую базисно-демократическую, термин, опять-таки, был взят у немецких зеленых, базисно-демократическую фракцию, которая должна была, значит, вот продвигать вот эту вот самую, значит, идею общества всеобщего самоуправления, гармонии между обществом и природой, гармонии между людьми. Значит, соответственно, ну, как бы, пожалуйста, кто хочет, создавайте другие фракции, но все фракции должны были быть представлены, как бы, вот, в координационном совете партии. Значит, соответственно, это предложение, значит, этот проект устава, который мы предложили, большинство членов, большинство делегатов, приехавших, сразу зарубили. Ну, мы приняли тогда резолюцию, например, против введения президентской системы в Советском Союзе, то есть введения должности президента. Тоже отклонили. Значит, мы предложили этот проект, тоже было отвергнуто. Значит, мы предложили еще несколько каких-то вот радикальных таких проектов, радикальный, по-моему, проект был какой-то тоже направленный, что-то против какой-то. Да, проект против социально-экономической политики правительства мы предложили, потому что тогда как раз начинался вот эта вот реформа с повышением цен, с либерализацией цен, первые реформы связаны с приватизацией. Значит, мы выступили тоже против этого, заявили, что это совершенно рынок, рынок и рынок, и централизованное планирование, заявили мы тогда, являются антиэкологичными. Антиэкологическим, потому что и то, и другое не учитывает потребности природы и потребности людей, которые живут на данной территории, соответственно, разрушают природу. В одном случае это интерес прибыли, в другом случае интерес чиновников, но никак не интерес самих рядовых людей. Короче, тоже отклонили. После чего мы сказали, извините, получается мы что, мы создаем какую-то партию, которую мы сами породили нечто, с чем мы потом сами не знаем, породили монстра, с которым мы потом сами не знаем, что будем делать? Потому что основная масса собравшихся это были либо чистые природозащитники, которых вообще ни политические, ни социальные, ни какие темы в принципе не интересовали, либо это были, так сказать, ну фактически политические карьеристы. То есть та же самая демократическая Россия, так сказать, либеральная, только вот, так сказать, с несколькой экологической окраской. Вот. Те и другие, естественно, быстро объединились против нас, леваков, да, а что это вы тут, так сказать, делаете? Вот. И после чего мы поняли, что так дело не пойдет. Мы сказали, извините, мы объявляем, что съезд не состоялся. Был съезд движения за создание партии зеленых. Вы, дорогие ребята, просто наблюдатели. Вот. И впредь мы делаем следующее. Мы собираем первый съезд, который должен был пройти в Самаре летом. Значит, все-таки 91-го, похоже, года, да. И на нем мы хотим, собственно, провозгласить партию зеленых на основе новых вот этих принципов. Вот. Но когда люди съехались в Самару, получилось то же самое. После чего фактически партия раскололась на два крыла. На наше радикальное, которое попыталось, так сказать, дальше строить федералистскую структуру, объявив себя Лигой зеленых партий. И на российскую партию зеленых, инициаторами которой выступила питерская партия зеленых, ориентировавшаяся, в отличие от нас, которые, так сказать, брали пример с немецких экосоциалистов, экоанархистов, ориентировались на более умеренных скандинавских зеленых, которые, в общем, были рыночниками, были скорее либералами, ну или в лучшем случае умеренными социал-демократами. Ну вот, так сказать, пошел по этой линии раскол. Вот. Ну, с тех пор РПЗ, российская партия зеленых, посуществовала, по-моему, до середины или конца 90-х годов, уже без нас. Вот. А наша Лига умудрилась еще в 92-м году провести еще один съезд в Липецке в лагере протеста против создания завода, там, по производству, так сказать, химических, химических, химических этих самых, химического завода. Вот. Там тоже был очередной лагерь протеста. Ну и, в общем, так сказать, после чего тоже благополучно заснула, что, очевидно, совпало отчасти, так сказать, с распадом Советского Союза. Вот. Ну, а дальше, так сказать, это уже другая история, уже такая, скорее, анархистская моя история. Я уже, собственно, о сем, о сем умолчу, да, как это говорится сейчас, на чем Шахерезада, да, на чем наступило утро, и Шахерезада закончила дозволенные речи. Так забавно. Когда Петр Рябов приезжал, он тоже закончил свою речь именно этим высказыванием. У меня есть вопрос, правда, но, скорее, вообще, к зеленым. Я, в целом, с вами согласен с зеленым, но с одним, но почему вы не любите актные мои виды? Скажу, хотя это долгая тема, на самом деле, да, потому что тут много, как бы, факторов, много, кстати, даже точек зрения. Например, даже есть такая точка зрения, что атомная энергетика – это плохо. Если, например, удастся термоядерная, то это будет неплохо. Есть и такая точка зрения. Она разделяется, как бы, не всеми, да, но, например, покойный лидер экоанархистов, ну, лидер, да, главный теоретик экоанархистов Мюррей Букчин, он, скажем, был сторонником термояда. Вот, в случае, если это удастся, да. Значит, в чем здесь дело? Два, значит, против атомной электростанции выдвигаются несколько основных аргументов. Аргумент первый – чисто, как бы, технологически, да, то есть большой риск связан с авариями, да. Ну, естественно, понимаете, прекрасно, Чернобыль, да, так сказать, который тогда был главной темой у всех на языке, да, так сказать, плюс последующие некоторые аварии, которые тоже происходили, плюс, значит, вот, скажем, сейчас, так сказать, то, что зеленым тоже подлило масло в огонь, это, естественно, фукусима, вот, то есть, ну, вот эти все вещи, то есть вещи связанные с чисто, как бы, технологической безопасностью, да. Хотя, так сказать, ну, в ответ на это обычно выдвигаются аргументы, что, ну, реактор, в данном случае Чернобыль был устаревший, устаревший тип реактора, да, что, как бы, более опасный, что, как бы, можно, так сказать, минимизировать этот риск, можно сделать его, свести его к минимуму, да, или даже, так сказать, сократить почти до незначащие величины, ну, допустим, да, но, повторяю, это не, это не единственное, может быть, даже вот в моем представлении не самое главное, да. Значит, второй аргумент, который высказывался, это аргумент, связанный с проблемой захоронения отходов. Вот этот аргумент, пожалуй, мне, например, видится и тогда виделся как более даже важный. Значит, почему? Дело в том, что эти отходы, они действительно, они неуничтожимы, да. Значит, что с ними обычно делают, что с ними делали, что с ними продолжают делать сейчас? Значит, строят огромные могильники, да, где, так сказать, происходит захоронение, существуют разные технологии захоронения этих отходов в мобильниках, да, значит, что-то иногда, так сказать, то ли переводят в жидкий вид и потом, так сказать, закачивают куда-то в подземные резервуары, то ли, так сказать, просто сваливают в эти подземные резервуары, да. Причем, значит, обычно проблема еще заключается в том, что эти резервуары, они, то есть вот эти вот могильники, они обычно централизованы и большие, да. Скажем, в той же Германии экологическое движение в 70-х, 80-х годах было в значительной степени направлено против вот таких вот могильников. Тоже были очень интересные вещи, то есть, например, в Северной Германии под Гамбургом, значит, вот стройку, на которой должен был строиться вот такой огромный мобильник, и в 81-м году Брокдорф, ее захватили, ну, естественно, там еще ничего не было захоронено, понятно, да, и, значит, кто бы это, конечно, стал захватывать, да. Ее захватили, значит, разбили там лагерь протеста с участием, по-моему, нескольких тысяч человек. Этот лагерь был объявлен свободной республикой Венгланд, значит, со структурами самоуправления, общей ассамблеей, то есть вообще все было, значит, налажено, замечательно, был собственный флаг, значит, зеленый флаг с желтым солнышком. Очень интересно все было, такой интересный социальный эксперимент, такая большая коммуна, да. Вот, ну, в итоге, так сказать, на них, конечно, спустили там несколько, чуть ли не 10 тысяч полицейских, которые все это, понятное дело, разогнали, вот, так сказать, сколько, какое-то время это функционировало. Но, что, что характерно, что важно, да, значит, в этот самый могильник свозились, потом, должны были свозиться и потом свозились, значит, радиоактивные отходы, отходы с атомных электростанций, не только со всей Германии, но еще даже и с Францией. То есть это вот такое общеевропейского значения могильник. То есть вот эти вот вещи, они очень опасны, почему? Потому что период полураспада вот этих вот самых отходов, он огромен. Поэтому, как бы, скажем так, мы можем сказать, что будет в течение ближайших 10 лет с этой почвой, с этим пространством, с этой территорией. Но что будет с ней через, скажем, период полураспада Плутония, сейчас вылетело из головы, тогда, естественно, я все это знал на зубок, у меня от зубов отскакивано. Сейчас, конечно, уже забыл, потому что я этой проблематикой сейчас не занимаюсь, да. В общем, что-то, по-моему, несколько тысяч лет, да. Так сказать, кто может сказать, что будет с этой территорией через несколько тысяч лет? Что там произойдет? Будут ли там какие-то катаклизмы? Будут ли там какие-то катастрофы? Будут ли там, так сказать, какие-то изменения почвы? Будет ли там какое-то затопление, наконец, этой территории? Что там будет через несколько тысяч лет? Никто этого сказать не может. Поэтому это очень рискованно. То есть сама по себе мысль о том, что непозволительно решать проблему с помощью перекладывания этой проблемы на последующие поколения. В отношении на то, что они когда-нибудь что-нибудь решат, но они же, конечно, будут умнее нас, понятно, они додумаются, мы не можем, не наше дело, но они когда-нибудь что-нибудь сообразят. То есть оставлять потомкам вот такие вещи, бомбы замедленного действия, в общем-то неправильно, нельзя, опасно. Второй аргумент. И третий аргумент носил скорее такой организационный характер. Дело в том, что поскольку экологическое движение тогда, особенно в своей радикальной части, нечистой природоохранной, было связано именно с проблемами социального и общественного переустройства, то речь шла о том, что одна из основных причин вообще экологических загрязнений, вообще экологических проблем как таковых, не только атомной станции, вообще, связана с гиперцентрализацией. С тем, что решения принимаются в центре, а людей на местах никто не спрашивает. Ну, потому что, например, допустим, как это было с той же самой атомной программой в Германии. Когда, например, государство принимало атомную программу, говорило, вот нам в государственных интересах для того, чтобы решать энергетическую проблему, нам это нужно. Люди на местах, где строилась эта станция, говорят, мы не хотим, чтобы это строилось у нас. Извините, да, стройте где-нибудь в другом месте или вообще не стройте, но мы не хотим. Мы здесь живем, на этой территории, мы решаем, что здесь должно быть. Как-то мы решаем, что у нас по соседству с нами, да. Не надо рядом с нами закладывать, скажем, бомбу замедленного действия. Им стали говорить, вы не понимаете и вообще, то есть любое государство, да, будь оно централизованное, будь оно федерацией, будь оно капиталистическим или госсоциалистическим, будь оно каким угодно, любое государство исходит из приматов интересов центра над приматами, над интересами части, да, над интересами отдельной местной территории. То есть в любом случае закон государства, решение государственного органа, парламент, общегосударство выше решения местных жителей или местных властей, да, неважно. Так сказать, центр может отменить решение места, место не может наложить, местные жители не могут наложить вето на решение центра, если он противоречит их интересам. Вот с нашей точки зрения тогда, да, это одна из основных причин вообще экологического загрязнения, вообще экологических проблем, потому что людей не спрашивают, не спрашивают тех, кто будет эту воду пить, кто будет этим воздухом дышать и так далее, и так далее, да. Значит, поэтому, в чем, значит, какая связь с атомной энергетикой? Прямая. Атомная электростанция – это крупное, высокоцентрализованное предприятие. Децентрализовать атомную энергетику невозможно, а следовательно, для вот той экологически приемлемой, экологически дружественной организации общества, за которую мы наступаем, она не годится. Ну, в той же степени, кстати, конечно, это касалось, например, крупных, кстати, ГЭС, в той же самой мере, да, так сказать, речь шла о том, что энергетика, в принципе, должна быть децентрализована и разукрупнена, как должно быть разукрупнено производство. То есть идеал того же промышленного производства – это небольшие предприятия, гибкие, технологичные, да, на самом деле, так сказать, это не означает, что там нужно вернуться к пещере, пещерой, так сказать, мотыгами что-то делать, нет, так сказать, новейшие технологии, но технологии, как это называлось у зеленых, человеческого масштаба, да, то есть адаптированные к человеческому масштабу. Вот, ну, ладно, скажем, тот же самый Мюррей Букчин еще в 60-е годы написал целую статью на эту тему большую, почти книжку, под названием «За освободительные технологии». Ну, в общем, вот так, то есть, короче, вот эти вот три основные, как бы, три основных аргумента, которые выдвигались и, собственно, отчасти даже выдвигаются до сих пор. Я помню, просто по первому предложению были, несмотря на, ну, на эти крупные катастрофы, если сравнить, если просумерить все мелкие катастрофы на обычных электростанциях. Нет, ну, понятно, нет, из-за этого, из-за этого, может, я не следую, скажем, да, что экологи выдвигали в качестве, скажем, альтернативы, да, там, какие-то другие опасные вещи. В основном речь шла о качестве альтернативы, о сочетании альтернативных источников энергии по преимуществу. Причем, значит, немецкие «зеленые» даже сделали интересную вещь. Значит, они, еще до объединения Германии, они занялись подсчетами, как вот западная еще Германия могла бы к 2000 году отказаться от атомной энергетики без потери в потреблении энергии. Путем сочетания различных альтернативных источников и экономии энергии. И, в общем, у них получилось, что нормально, можно. Я уже сейчас, естественно, тоже не помню эти цифры, у меня до сих пор дома валяется эта брошюра на немецком языке. Естественно, сейчас она имеет уже чисто исторический интерес, потому что, в любом случае, ее никак нельзя использовать. Германия уже все равно другая, она одна, да, и, так сказать, вы рассчитывать только в масштабе западной Германии уже совершенно бесполезно. Да и 2000 год уже давно прошел. Но вот, тем не менее, то есть, такие проекты разрабатывались, и, в общем, выглядело это, честно говоря, тогда для нас достаточно убедительно. Нет, вообще забавно, да? Пианино на вокзале. Нет, все совсем уже интересное. Все. Кто-нибудь подойдет, начнет получаться, что вам не нравится эта дикофонная музыка? Смотрите, какие вагоны, какие вагоны, какие вагоны. Да. Кто-нибудь подойдет.